Улица Кати Соловьяновой с цветущими липами, каштанами, свежим асфальтовым покрытием, новенькими скамейками и совсем недавно уложенным рулонным газоном сразу стала настоящим украшением курорта. Бульвар никогда не пустует. Городские власти сделали все, чтобы улицу благоустроить и привести в порядок. Но заботиться о своей улице должны и сами жители. Кто-то бросил окурок, упаковку отмороженного. Наверное, нетрудно взять веник и убрать вокруг своего дома. Вот лежит мешок с мусором. Ждет коммунальную службу с самого утра. Не взяли его. Заберут завтра. Заберут? Да. Вас всегда забирают? Каждый день забирают. Не заметили, не забрали. Но ведь можно занести его во двор, чтобы он не портил вид ухоженного бульвара. Прогулочным бульваром улица не заканчивается. От автовокзала до Малинкиного переулка хлам и строительный мусор. Сотни шагов от автовокзала, принимающего гостей курорта. Кусочек Кати Соловьяновой до Малинкиного переулка проблемный. Люди, жильцы домов, каждое утро выходят, убирают. Здесь все проблем нет. Но есть санаторий Анапа, есть Анапчанка, есть вот эта вот частная гостиница, которой то хозяина нет, то еще чего-то. Посмотрите, сколько мусора набросали. Ну, сняли уже, наверное, там, да? Вот вчера была сказала, уберите возле себя. Уберите возле своей прилегающей территории. Надо убирать. В вопросе благоустройства города нет разделения «твоё и чужое». Это наш город и его облик – дело каждого из нас. И у нас есть примеры, где квартальные наладили так работу с жильцами, что не позволят мусору стать украшением придворовой территории.